Привет, друзья, всем, кто сейчас примкнул к своим экранам, чтобы продолжить изучение казахского языка. А именно этим мы здесь и занимаемся, так что примыкаем к нам, друзья. На прошлом занятии мы получили новый немаловажный ключ, и я предлагаю начать сегодня с повторения. Да, мы уже научились вежливо обращаться к людям, а точнее говорить слово «пожалуйста» на казахском языке. В казахском языке, как и во всех остальных, также есть форма вежливого обращения. Она строится по следующей формуле. Глагол плюс ш-ш равно «пожалуйста». Азамат, приведи пару примеров, чтобы телезрителям сразу стало понятно, о чем я говорю. Без проблем. «Мнау даптерда апарше?» «Пожалуйста, отнеси эту тетрадь». Или «Анау курапты кутерша?» «Пожалуйста, подними вон ту коробку». «Кетше?» «Да ты что?» Койше? Думаю, ты, как и наши друзья, разобрался с этим. Ну, раз ты так считаешь, то позволь узнать, что ты приготовил для нас на сегодня. Сегодня тема легкая, но, думаю, не менее полезная. Тебе интересно? Даже если бы мне было бы и не интересно, у нас эфир, нас смотрят люди, и нам за это платят. Поэтому, конечно, мне очень интересно. Что там сегодня у нас? Сегодня изучаем дни недели. Естественно, на казахском языке. Но я предлагаю вам не просто механически заучить название дни недели, а, вникая в содержание, воспринять информацию осознанно. Давайте попробуем разобраться в сути. «Жума. Пятница» отличается как своим графическим изображением, произношением, так и внутренним содержанием. «Жума» является святым днем для мусульман, как воскресенье для христиан. «В этот день пекут семь лепешек, отдавая дань духам предков. Мечеть полна народа, ну и так далее». И лаконичное название дня запомнить теперь будет просто. «Дюсемба. Понедельник». «Сейсемба. Вторник». «Сярсемба. Среда». «Бесемба. Четверг». «Жума. Пятница». «Семба. Суббота». «Жексемба. Воскресенье». Как вы заметили, названия всех дней недели почти одинаковые. И они все, за исключением «пятницы», «жума», заканчиваются на «б». Обратите внимание на слово «сарсембэ». В народе этот день еще называют «сарсембэнн саттыкны» – «удачливая среда». И часто даже заменяя слово «сарсембэ» словосочетанием «саттыкны». Становится понятно, что речь идет о третьем дне недели. В этот день удачи люди предпочитали отправляться в запланированный дальний путь и проводили сводовство. Теперь и слово «сарсембэ» вы не забудете никогда. Ну а в остальные дни, такие как «дусембэ» понедельник, «сейсембэ» вторник, «бисембэ» четверг, «сенбэ» суббота, «жексембэ» воскресенье, казахи отдыхали, потому что в древности казахи работали по двухдневной рабочей системе. И сегодня, как обычно, мы хотим рассказать об очередной традиции казахского народа. Мы расскажем о таком обряде, как «узенгидин уткизу». После празднования первых сорока дней жизни новорожденного, его старались пронести под стременем коня известного человека. Таковыми всегда считали батыров, акинов, сказителей, биев и так далее. Эта традиция воспитания ребенка называлась «узенгидин уткизу» – «проведение под стременем». Для проведения «узенгидин уткизу» обращались соответствующие просьбы к уважаемому, почитаемому всеми человеку. Тот, сидя верхом на своем коне, освобождал свою правую ногу из стремени, после чего младенца, завернутого в пеленки, подносили к нему с правой стороны и проводили под петлицей его стремени. Обряд завершался торжественным произнесением бата – благословления, которое давал хозяин коня. Когда ребенок подрастал, ему частенько говорили, под чьим стременем он был проведен. Это помогало расти детей сознательными, быть ответственными и в будущем остерегаться недостойных поступков. Азамат, ау сене кымнен узенгидин уткизу? Ну, раз я такой смышленный, то, наверное, под стременем коня, какого-нибудь ученого, ну или там, какого-нибудь акина, но точно знаю, что уткизу. Ну, главное, что не застрял. Итак, дорогие телезрители, соблюдайте традиции. А у нас на сегодня все, так ведь? Да, или так, мой друг. Кошь сау-болзер. Сау-болзки. КОНЕЦ